Здравствуйте! Магазин Автодети. Меня зовут Ильдар. Сегодня вам покажем как снять чехол для стирки с кресла Britax Rømer Duo Plus. Приступаем. Для начала ставим пятиточечные ремни, отцепим их до замка и нужно нам с задней стороны кресли переход соединить, чтобы снять полностью чехол и мягкие накладки с ремней. Вот здесь. Вытаскиваем каждый ремень из прорезей, металлическая накладка которых объединяет. Вытаскиваем сразу основные ремни вперед. И снимаем ремни мягких накладок с этой пластиковой направляющей, в разные стороны получается. Тоже вынимаем вперед. С передней части вытащим инструкцию. Снимаем мягкие накладки с ремней, можно отдельно постирать. Приступаем теперь к снятию основного чехла. Снимаем накладку за спиной у ребенка с нижней части. Отдергаем на себя и наверху. Основной чехол просто начинаем с боковины и начинаем стягивать его с направляющей кресла. С нижней стороны его внутри держит два крючка. Можно отогнать, просто аккуратно если раздернуться, можно чехол порвать. Стягиваем с крючков, стягиваем и вытаскиваем пластиковую накладку ремня регулировки пятиточечных ремней. Она просто на защелках на себя тянем, она вот так отщелкивается легко. Чехла можно не снимать, можно вместе с ней постирать. Вытаскиваем замок, вытаскиваем внутрь и с него можно тоже снять мягкую накладку, чтобы постирать отдельно. Она держится на липучках, обернута получается. Теперь основной чехол нужно вывести из-под пенопласта сзади и в эту пластиковую накладку, которая держит накладку за спинкой ребенка. То есть сначала вот так можно наверх и стягиваем. Проводим ремни с замками через специальные прорези. Чехол для стирки снят, можно постирать в деликатном режиме 30 градусов и теперь в обратном порядке надеваем чехол на кресло. Расправим, сразу его поддеваем за накладку. Пройдем замок, сразу вытащим ремень через пластиковую накладку и натягиваем на боковину. Теперь нужно попасть по направляющим пластиковой накладки, чтобы зашли на место. Направим ремни в прорези вместе с замками, вытаскиваем и нужно обратить внимание, чтобы они не скручивались внутри. Чтобы уходили ровно. Сейчас посмотрим, чтобы не было скручивания, это важно. Зацепляем крючки в боковинах снизу. Мягкую накладку на замок. Оборачиваем липучку, вытаскиваем его с прорези и зацепляем с обратной стороны. Таким образом прикрутил. Возвращаем на место мягкую накладку за спиной у ребенка, по очереди верхнюю и нижнюю часть надеваем. Пластик можно слегка отогнуть, чтобы она легче зашла. Возвращаем на место пятиточечные ремни и аккуратно, чтобы их не скручивать. Можно, чтобы легче поставить, сначала зацепить замок, так будет наглядно, что они не перекручены. Таким образом мы смотрим, вот все должно быть ровно. Возвращаем на место накладки мягкие спиточных ремней, надевать они так довольно сложно. Постепенно проталкиваем внутри ремни, чтобы он легче шел, можно немножко сжать по бокам накладки. И со второй накладки так же. Обратите внимание, с двух сторон здесь внутри есть нашивки. Начинается где-то с середины накладки, нужно чтобы основной ремень проходил под этими нашивками. Если над ними пустите, потом не получится вытащить его с другой стороны. То есть вот так вот эти боковины должны остаться сверху, поверх этого ремня. Накладки надели, теперь выводим ремни назад. Аккуратно, чтобы без перекручивания. Сразу можно зацепить за треугольник. Тоже надо внимательно не перекрутить и правильно поставить, то есть вверх ногами чтобы не зацепить. И в процессе вообще снятия чехла и обращения с креслом не упустить, чтобы вот эта накладка не ушла внутрь. Потом ее тоже трудно будет достать, чтобы она вот так оставалась. Зацепляем в прорези основной ремень таким образом и вытащим. Основной ремень должен располагаться под белой пластиковой накладкой. Вот так вот. На эту накладку сейчас зацепится мягкие накладки с пятиточечных ремней. То есть ремень обязательно нужно продеть вниз, чтобы на металлической трубке был. На металлической планке располагался основной ремень обязательно. И просовываем с передней части ремни, которые держат мягкие накладки, чтобы они постоянно были на плечах у ребенка. Таким образом надеваем. Теперь вытаскиваем второй ремень мягкой накладки и зацепляем его за пластиковую планку. Теперь металлическую планку, которую держит основной ремень, нужно заправить внутрь вот эту накладку. Ну и теперь попробуем затянуть ремни спереди, посмотрим как они хорошо работают или нет. Все вытянется, все нормально. Можно вернуть инструкцию на место. Еще раз проверим на предмет скручивания, чтобы легкий ход ремни. Все работает, чехол надет. Спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok